Всем привет, друзья! Это Радиус. Мы продолжаем прохождение игры X3 Рассвет Альбиона. И у нас достаточно необычная и сложная миссия. Полететь в Синонский Сектор 472, захватить управление гермезом-тяжеловозом, брошенным кораблем, и вернуть его какому-то парониду, за что он нам отдаст часть акций корпорации Святые Угодия. Далеко ли нам лететь? Вот это, блин, да. Там же войска огромные, блин. Там ксенонские войска огромные в этом секторе. Черт, я даже не знаю, как нам быть. У меня есть, конечно, идея. У меня есть идея. Сообщение от Сулиби. Транспортировка специфичных грузов. Здравствуйте, Ларна Минаус. Я совершенно уверен, что вы недавно открыли новый сектор. Я могу предложить сервис, который позволит вам перенести ваши штаб-квартиры в новое местоположение. Вы можете найти меня в штаб-квартире в обители легенды, если это вас заинтересовало. Ну что ж, у нас есть возможность один раз перенести нашу штаб-квартиру в другое место. В частности, либо в наш новый сектор, который мы получили, либо куда-нибудь еще. Но это дело можно отложить, решение этого важного вопроса. Сейчас займемся более насущными делами. Нам нужно лететь в Ксенонский сектор, который просто кишит боевыми ксенонскими кораблями. И это есть очень печальное. Там уже война у Врат какая-то. Вот у Врат-то война идет. Какой-то крупный корабль рванул. Но больше вроде ничего нет. Нет, там кушечка. У-у-у, плохо дело. Но ее бомбардирует кушку уже. Аргонский охотник предлагают. Даже не буду смотреть, что это. Так, ну, единственная возможность пересесть нам на пустыльгу и попытаться передать прыжковый двигатель с батареями. На этот корабль. Обмен грузом. Если мы это успеем сделать. 50 батарей хотя бы на этот гермис передать. Попытаемся это сделать. Ку-л-м. Чокора надо быстрее отсюда выводить. Сплековка разрешена. Я надеюсь, этим ксеноном пока не до нас будет. Кто-то их тут бомбардировал. А кто? Ага. Сплиты. Сплиты с ними воюют в Аргонском секторе. Это хорошо. Сплиты их отвлекут. Но у бомбардировщика сплитов, похоже, закончились ракеты. Он больше не стреляет. А мы полетим выполнять свою миссию. Транспортер-то, я надеюсь, есть? Есть. Быстренько передадим и попробуем на пустыльге своим ходом вылететь из этого сектора. Нам нужно успеть быстро передать... Захватить корабль, во-первых. Быстро передать прыжковый двигатель и батареи. Вывести этот корабль на прыжковом двигателе куда-нибудь хотя бы. И уйти самим. С Богом. Вход в систему. Ксенонский сектор 472. Так, жаль, что этот Гермес так близко. Нас догонят. Нас догонят. Так, мелких патрулей. Вроде здесь нет мелких кораблей. Это хорошо. А крупные корабли, возможно, не успеют нас догнать, пока мы все свои делишки сейчас не обделаем. Похоже, нам повезло, что нет мелких кораблей, которые... Вот за нами увязались какие-нибудь Н-ки быстрые или М-ки. За нами идут... Кушка. Две кушки. С целем в экскорте. Так, 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 так. Скидываем скорость. Главное сейчас действовать осторожно, но быстро. Подлететь на минимальное расстояние. Выйти в космос в Ксенонском секторе. Это бред. Сейчас малейшая ракета. Блин. Не хватает. Стоп, 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 стоп. Не удариться бы. Все, захват готов. Войти в корабль. Отходим и передаемся. Дополнительный обмен грузом. Прыжковый двигатель. Передали. Батареи передали. Автопрыжок, да? Блин. Дальность автопрыжка 0. Прыгнуть в сектор. Какой-нибудь безопасный сектор. Путешествие на Тана пусть прыгает. Вот в северные врата. Все, мы валим отсюда. Так, все. Мы все сделали. Ксенонский Ай. Ох, вот это не кораблик, а просто сплошной Ай. Захватить бы его. Сейчас бы вот дезинтегрирующую ракету эта кушечка по нам не пустила бы. Дезинтегрирующая ракета, летящая вбок. Это страшно. Когда мы на легком корабле М-5. Или залп зенитных лазерных комплексов. Все, готово. Вход в систему. Черное солнце. Так, что здесь эти творят? Ничего они не творят. Так, наш парень, чокор, это куда ушел? Куда я его отправил? На военного ван-посту уже. Давай стартуй быстренько. Команда принята. Сейчас стыкуемся и отправляем, заправляем гермес. И все будет хорошо. Куда его нужно доставить-то? Во владении герцога соевого ферма М-Альфа. Наведение включено. Так, путешествие Натана туда же прыгает. Новый двигатель заряжен на 10% сообщения. Вход в систему. Путешествие Натана. Ух, как хорошо. Вернее, тяжело. Дополнительно обмен грузом. Батарейки. Сколько? 200. Не будем жалить 300. Я не знаю, куда, как далеко ему прыгать. Угу, угу. Владение герцога. Владение герцога. И где ж это владение герцога? Заказ спокойствия. Вот он. Тогда навигация. Еще раз. Соевая ферма М-Альфа. Соевая ферма М-Альфа. Стыковаться с соевая ферма М-Альфа. Недалеко? В принципе. Так, что там за сообщение? А, от нашего владельца корпорации Святые Угодия. Рабочие одновольны защитными очками нашей заботы и благополучия. Хорошо. Я надеюсь, рейтинг нашей корпорации еще немножко подрос. Так, мы идем туда же. Забираем прыжковый двигатель. Прыжковый двигатель заряжен на 10%. 20. Вход в систему. Владение герцога. Так, на пустыльку. Прыжковый двигатель. Передаем. Батарейкой заправляем. Перевод произведен. Отсюда прыжковый двигатель. Забираем. Прыжковый двигатель. Прыжковый двигатель заряжен на 10% 20%. Вход в систему. Императорский отрок. Так, сейчас приготовимся к выгрузке груза. К загрузке, точнее. К передаче. К доставке. Все, все собрал. 100 мегаджолевых щитов, 250 кристаллов, 500 компьютерных деталей. Загружаем все в помощник. Мегаджолевые щиты, 100. Один мегаджол щит. 250 кристаллов, по-моему. 250 кристаллов, 500 компьютерных деталей. Хорошо. Не проблема. Кристаллы. Может это к нам все в Сомик войдет? Ой, в Сомик. Чего? Каравандаш. У нас же хороший караваль. Вряд ли, конечно. 250 кристаллов. Чего? 100 кристаллов? А куда они собираются? Не понял, я же все покупал. Что за бред? Кто спер кристаллы? Две мниевых пластин. Никто не должен был. Но, однако, их нет. А компьютерные детали... Тоже кто-то спер, ничего не понимаю. Может, они где-то уже висят? А, да, у нас... У нас какой-то корабль вроде был. Оснащен, что ли, ими? Ничего не понимаю. Кристаллы 469. А у нас кристаллы используются? Используются. Навигация, стыковаться. Вытаскал этот кайман у нас, наверное, все кристаллы. Гад такой. Давай на штаб-квартиру, обратно кристаллы вези. Получается, вытаскал, что ли? Или черт его знает, что происходит? А, вот же у меня все приготовлено. Ух ты бог ты мой. Все забыл. Что наделал, все забыл. Обратно едет стыковаться, вернуться на базу. Кристаллы выгрузим. Хотя он же торгует только кристаллами, поэтому начать коммерческую деятельность. Пусть выгружает. Кого еще сорвал? Мегаджоли, щитов 100. А на этом уже есть. Нет, щитов у него как раз нет. Компьютерные детали, кристаллы есть. А щитов нет. Поэтому вернуться на базу. Хватит там закупать всего. Чего не лень. С помощника тогда щиты отдаем. И ждем наш мистраль. Это большой у нас корабль. И сейчас прыгнем нам сюда. В потерянный заказ. На ведение сейчас включим. Провентилируем там обстановочку. Там что-то сильно много было. Пиратских кораблей. В том числе и большие боевые корабли. Крыжковый двигатель заряжен на 10%. Ух, кто это у нас тут маленький летает. Не успел посмотреть. Нет. Тут до сих пор. Хотя здесь немного кораблей. Но я бы вот, наверное, я не знаю, зачистку провел, что ли. Они нападут на нас, Чокоры, или нет? Чокоры у нас будут защищаться. Да. Должен сбивать ракеты. Или они... Это гады. Мне надо уйти. Не-не-не-не-не. Я так не согласен. Прыжковый. Внимание. Ракеты. Еще и ракеты полетели. Если вы пощадите тело. Внимание. Ракеты. Надо на боевом корабле сюда зайти. Что-то на половину щитов уже вынесли. Один сдался, что ли? Что-то он там заикался, если вы пощадите тело. Так, что делать? Ну, в принципе, там истребителей. Крупных кораблей там нет. Ох, вот это да. Засада. Что тогда? Вызывать мое звено? Давайте тогда вызываем мое звено. Туда нельзя пока торговый корабль выводить. Батареи 62 очень мало. Батарейками сейчас попробуем загрузиться побольше. 110 батарей. Вызываем наш слон, авианосный корабль. Идем на ОМОН. Чепко распрячем. На солнечной электростанции у него батарея кончается. Команда принята. Ждем слона. Привет! Так. Shift 7. Всем нашим ведомым защищать меня. Слоник пусть ориентируется на базу. На штаб-квартиру. Вернуться на базу. А мы прыгаем туда. Все дружно вместе. Навигация. Прыгнуть в сектор. Потерянный заказ. Всем хватит батареи, я надеюсь. Все у нас пропаченные. Сейчас проверим. Да, у всех по 100 батарей все хорошо. По 125 было даже. Закачаны все ракетами наши ребята. Все должно быть хорошо. Если в сектор не войдут крупные корабли. Ну что, парни, поехали? Надо самых больших сначала. Какие-то конюки сейчас. Персей вот этот вот. Нужно сразу вынести. Это кто тут меня хотел убить? Хорошо, хорошо, хорошо. Уходи быстрее. Отлично. Остальные все, всякая ерунда. Там конюки всякие. Странно, почему у меня меняется. Персей, это хорошо. У нас М3 захочет. Я надеюсь, наши не уничтожили его. Так, еще один. Ребят, вы там расправляетесь хоть со всеми так? Задавайся и опускай паруса. Не хочешь, не надо. Давайте этого-то приговорить. Твоя несчастная душа скоро познает. А я думал, сдается. Так, 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 по такой-то своих бы сейчас не пропасть. Все нормально, наши. Еще. Новорейдер. Блин, как бы там караки не было. Где новый рейдер? 28 километров. А эти близко. Нет, парни, так не пойдет дело. Так. Что-то с клавишами запутался. Нет, не сдаешься. Ребята, хоть бы помогли мне немножко. Ну почему меня не атакуют пираты, и поэтому наши ребята даже в бой не вступают. У них команда защищать. А вот новый рейдер, да, это плохо. Рейдер. Сейчас, я думаю, запишемся. И грузовик вызываем. Этот. Этот. С. Следовать. Надеюсь, батареи хватит, что-то я не проверил. Сплицкий слон. Нужно будет в него пересесть, интересно, или нет? Выберите корабль, который хотите вернуть. Ваш гермес-тяжеловоз. Как договаривались, вот 3958 акции святые угодья. Хорошо. Так, немножко надо. Так, наш грузовик вошел в сектор. Ой, там сколько. В сектор вошли пираты, но они, слава богу, красные. Луни-рейдер остался. И все. Ай, и Персей-агрессор. Два корабля нам сдались. Персей-это хорошо. Тяжелый истребитель. Скорбусом 53. Скорость 181. Неплоха. Два на 25. Ну, немножко слабовато, конечно. И трюм. Не важен. Очень даже не важен. Посредственный корабль. Так. Вот. Это бы новая сдалась. Цель в зоне поражения. Сейчас сдалась. Сейчас поближе подлечу и весь генератор в нее высажу. Нет? Молчит вообще и не атакует даже. А, не атакует. Ну, сейчас наша... Все, она атаковать начала. Сейчас наша дезакончит все это дело. Парни там. Все, я даже шевелиться не вырву. Астероид. Пиратский. Пиратская база. Ух ты, там красная. Черт. Черт. Мы успеваем до нашего торгового корабля. Сколько? Скорость 89. Примерно равное расстояние. Да, мы успеваем. На перехват. Придется сопровождать сейчас наш торговый корабль. Блин. Никогда не подумал, что здесь такие проблемы будут. Они его, похоже, не собираются преследовать. Хотя нет. Они его преследуют очень даже. Ну, сейчас мы вас встретим. Так, ведомым я дам команду, наверное. Атаковать всех врагов. Нет, нельзя. Атаковать мою цель тогда. Ладно. Сейчас включим сканер ближайшего врага. Из команды атаковать мою цель нашим ребятам. Будем воевать. Вот. Shift. Shift. 6. Атаковать мою цель. Давайте, ребята, займитесь этим соколом. А я займусь пустильгой этой шустой. Вот ее бы захватить, а. Есть! Есть! У нас пиратская пустильга. Отлично. Ух ты, с плазмогеном, а. Так, топим. Это тоже с плазмогеном? Это тоже с плазмогеном? Не-не-не-не-не-не-не-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Я пошутил, я пошутил. Я сейчас зайду в корму, а потом уже поговорим. Реально пустильга сдалась. Ух, пиратская пустильга. Это вообще, у нее скорость больше, чем у телодийской пустильги 635. Отлично. Мы получили самый быстрый серийный корабль из всех известных. Остальные характеристики такие же почти. На 3 единицы меньше трюм нашей пустильги. Все, у нас новый быстроходный ягуар. Так, ну что, пересесть, что ли, в транспорт, а нашим истребителям экскортировать меня, что ли, приказать? А, так он уже у слона. Здравствуйте, Лар Номинаус. Мне необходимо обсудить свои дела корпорации. Да отстань ты у нас тут важное дело со своими делами корпорации. Или просто пересесть в корабль, наверное, сейчас просто. Еще кто-то. Десантники. Десантники, дело святое. Их нужно сразу запускать, если они требуют еще обучения. Так, вот этот по технике. Техника 94%. Поэтому по технике мы на быстрый курс его еще отправляем. Ничего себе, мы тут кораблины захватывали. Ну, пустильга, это, конечно, самое крутое. Пиратская пустильга. Ее ни одна ракета не догонит сейчас. Так, ну что, давайте сменим корабль тогда. Чтоб у нас забрали все это наше хозяйство. Сколько до слона? На 4,5 километра сейчас приблизимся. На радиус действия транспортера. И у нас, наверное, заберут. Или еще ближе надо. Доставить 100 единиц. Я щиты забыл? Вот я идиот, а. Вот это я... Вот это я идиот. Дополнительно сменил корабль. Это я, конечно, дал. Щиты-то сгрузил. Сгрузил. Стыковаться с... База слетела еще. Вот что-нибудь дозабуду, а. Придется здесь поторчать. В принципе, поторчать здесь нормально. Поторчать мы, во-первых, пустильгу в первую же очередь захватываем. И отправляем ее... На чокора садим. Чокора вызываем. Батареи. Пусть побольше. Навигация. Прыгнуть и лететь в точку. Так, стоп, вниз. Потерянный заказ. Куда-нибудь пусть вот... Сбоку врат подальше. От пиратов. Пусть ильга. Щиты оставили. Пираты нам немножко щитов оставили. Один мегаджоуль. Зато получили самый быстрый серийный корабль из всех... И может что-то... А, груз пока мы не можем видеть, пока не захватили. Не дай бог сейчас крупные пиратские силы сюда зайдут в сектор. Это будет весело. Вот это будет веселухо, конечно. Так, мне моих ребят, наверное, отправить. Надо. Чтоб не мешались. Или ладно уж, пусть торчат в секторе. Только бы они не разбили мне эту пусть ильгу. Своими маневрами. Стоп, 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 стоп. Выходим. Ох ты, господи, 43 метра. Все, 29. Захват. А, отлично. Ладно, починим. Быстренько починится. Наверное. М5 все-таки. Посматриваем на радар. Сзади не входят и враги в сектор. Внимание. Энергия на исходе. Так, я, наверное, сейчас следующим образом сделаю. Захвачу все эти корабли в скафандре, полетаю. Персей, все они недалеко. Полетаем. Полетаем. Полетаем, значит, таким способом. Вот таким способом полетаем. Стрейфом вперед. Это будет гораздо быстрее, чем на скафандре таскаться. Хотя не так уж и быстро. Ну-ка, стрей вбок и вперед. Стрей вбок и вперед, говорят, быстрее еще движется скафандр. Нет, он движется быстрее, но как-то не в ту сторону. 5 километров. Нет, плохая идея была летать на скафандре. Реально плохая. Еще из-за 5 километров. Так, давайте нашему парню-то ведомому. Навигация. Всем ведомым. Ладно, бог с ними, с этими ведомыми. А ОМОН-прототип следует за мной. Команда принята. А то так лететь до седьмого пришествия. Ох, ребята сейчас убьют меня. Будут кружить на автопилоте. И шарахнуть. А Луни этот нафиг уничтожить, наверное. Вот на кой он? 28 единиц. Быстрый, конечно. Но нам зачем сейчас быстрые корабли? У нас разведывать нечего. Непонятно нам зачем. Вот это я, блин, дал. Сингулярный уплотнитель времени. Вот это я понадеялся, конечно, на стрейф. И сейчас из врат выходит такая пиратская карака. Полностью красная. Километр остался. Семьсот метров. Четыреста. Все, пора сбавлять скорость. И... Сто метров. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Захватываем? Захватываем. Передача управления кораблем. Так, у меня у самого-то 14. Лунь бог с ним. С этим лунем. Так, в корабль. Кустельга. Стыковаться с чокора. Персей стыковаться с чокора. Персей потом отчиню. Команда принята. Сгонять на пиратскую базу, что ли? Нет. Сначала нам нужно миссию завершить. Ой, давно бы уже завершил, если бы так не сглупил, а. Дополнительно 100 единиц. Навигация следовать. Лаги начинаются. Игра уже достаточно загружена. Все сектора открыты. Очень много кораблей в игре. Наши торговцы еще. Куча торговцев торгует. И... 15 фпс, однако. Так. Он заправился, я надеюсь. Хорошенько. 200 батарей. Но ему хватает, чтобы вернуться. А эти что делают? Сопровождать АМОН-прототип. Пусть Ильга садится. Персей садится. А мы сопровождаем транспорт. И охраняем врата. Что здесь из ракет? Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Полный набор интересного рыбомола даже есть. Тогда помощник тоже сюда. Он батареи везет. Этот ураган везет склад. Склад. Батареи у него мало. Черт. А у этого полный трюм? Полный. Слон куда-то улетел. Так, я, наверное, войду в корабль. А АМОН-а. Боевые. Защищат меня. И летим к слону на ускорителе. Пусть Ильга бы не разбилась пиратская. Хотя она сейчас не прокачана по скорости. Всего 181. Пристыкуется она? Да вот где же там она застряла опять. И Персей. Персей. 61 метр в секунду скорость. Он хоть стыкуется? Он еще подлетает только. Ясно. Тогда пнем Чоккара, чтобы пусть Ильга все-таки команду ожидать. Ему дадим. Он сейчас задвигается. И потом снова остановится. И пусть Ильга сядет. Ага. Понятно. Персей уже не сядет. Потому что места нет. Вот незадача. Блин, придется зефир еще сюда тащить. Да что ж такое. Крыгнуть ко мне. Батареи хватит? Хватит. Тогда Персей оставаться на месте. Этот слон еще, блин, летает по сектору. Блин, слон. Гад такой. Так. Зефир. Навигация следовать. За Персеем. Пусть следует. Зефир быстрее к нему подлетит, чем Персей со своими скоростью 61 метр в секунду. Пусть Ильга села. Все. Отлично. Сейчас Пусть Ильгу нужно прогнать по всем, значит, секторам. Во-первых, Чокор отправляем на штаб-квартиру. Наш сектор-обитель легенды. Куда бы его отправить? На штаб-квартиру. Команда разрешена. Команда принята. На штаб-квартире оставим нашу старую пустыльгу. Мы подтверждаем доставку груза. Все. Долетели. Мне нужен пилот грузового корабля. Хороший пилот. О, черт. Доставить 100 единиц товара обшивка корпуса. В принципе, это не проблема. Это было бы проблемой, если бы мы не помирились с землянами, так как это земной товар. Но мы с ними помирились, и это вообще очень просто. Будет очень-очень просто. Так, давайте сначала с кораблями разберемся. Оставаться на месте. Навигация, стыковаться с зефиром. Так. Теперь надо... Наверное, с пустыльги... Ну и дополнительный обмен грузами СССР. С нашей пустыльги передадим вообще все на нашу супер-пустыльгу. А ту пустыльгу, наверное, продать нужно будет. Конечно же, мы будем летать на пустыльге, на пиратской, у которой больше скорости. Все вообще передадим. Батареи передадим. А, они не влазят просто. На той... 5 мегаджоулевый щит лучше передадим. Батареи мы всегда успеем заправить. 1 мегаджоуль щит. Батареи. 5 мегаджоулей щит. Снято. Вот так вот. Сообщение. Надо их не перепутать. Ваша пустыльга – это новая пустыльга. А вот эта старая. Тогда старую отправляем на верфь Аргонской Федерации. А новую отправляем. Прокачивать скорость. Так, сел что ли уже? Чё, коротко. Да. Команда принята. Команда принята. А новую отправляем стыковаться с Аргонской торговой станцией. Прокачивать скорость, трюм и маневренность. А, кстати, по маневренности что там? У нашей теладийской пустыльги маневренность 42. Ускорение 165. У пиратской. Маневренность меньше у неё. А ускорение 215. Ускорение 215. А здесь 165. То есть он мгновенно вообще набирает ускорение. Нет, это хорошо. Управляемость, правда, неважное. Ну да ладно. Ну что, персей-то там стыкуется? Да, он... Скорость у него не нулевая, поэтому это хорошо. Так, не понял. А ОМОН что там делает? Стыковаться с ваш зефир. Навигация. Следовать за мной. С чего это он? Я промазал, что ли? За кем я ему следовать? Скомандовал. А ОМОНу-то. Следовать. Сопровождать молот. Алло. Навигация. Следовать за мной. Команда принята. ОМОНчик. Следовать за молот. Мистраль. Ну да. Всё верно. Персей. Агрессор. Садится. Нет, опять стоит. Зефир толкнём сейчас. Навигация. Ожидать. Команда принята. Сейчас этот Персей задвигаться должен. Или нет? Персей являетесь. Надо на стыковку команду. Надо ему было. Команда принята. Ух. Запутался совсем. А ОМОН. Прототип. Команда принята. Так, пересаживаемся. Рейдер ОМОН. Прототип. Так, торговый корабль. Обшивку корпуса. Закупать. Торговля. А, у него нет определителя лучшего покупателя и продавца. Да, у этого. Хорошо, этот тогда возвращаем базу звена. Ой, базу приписки. Снова возвращаем. Дело в том, что когда мы садимся на торговый корабль, у него очищаются база приписки. Поэтому, чтобы запустить нашего торговца, нам нужно снова назначить базу приписки и начать коммерческую деятельность. Он у нас закупает ресурсы для нашего, для завода торпед молот, который мы снабжаем в маяке Акилы. Пусть дальше это делает. А 100 обшивки корпуса нам закупит Чокарра наш. Чокарра. Пустильга на верфи. Жаль, ее продавать. Но. Извини, пустильга. У нас уже есть другая пустильга. Уникальная. Так, стоп. На Аргонской торговой станции полностью ее прокачиваем. Сингулярник у нее есть. И все на ней есть. И она прокачена, и починена. Все, остается только отдать приказ. Навигация, стыковаться с... Вооружения на ней нет. Стыковка разрешена. Стоп. А где оружие? На старой пустильге не было орудий. Не понял. А где вооружение? Три импульсные пушки и ускоритель частиц. Или ей не нужно вооружение? Ну не будем же мы на ней воевать. Хотя почему бы нет? На штаб-квартире у нас, по-моему, ускоритель частиц один был. Даже два есть. А импульсных пушек, наверное, нет. А, нет, есть тоже две импульсные пушки. Отлично. Две импульсные пушки поставим. И ускоритель частиц. Один. Так, хорошо. С этим разобрались. Теперь... Чукара помощник. Его пошлем за обшивкой корпуса. С. Торговая дистанционная лучшая покупка. Ага, у нас земные сектора-то не разведаны. А обшивку корпуса где у нас? В военных секторах, конечно, нельзя посылать. В Марс нельзя. А-а-а, у нас земные сектора-то не разведаны. И где ж мы возьмем обшивку корпуса? Нам придется на разведку лететь. А в тот же сигарис. Ну что ж, тогда полетим в разведку. Что делать-то? Делать нечего? Парни надо как-то вернуть. Для этого придется все-таки слон вызвать. Парни не допрыгнут. Парни не допрыгнут до нашего сектора со штаб-квартирой. Добители легенды. Так, зефирчик подобрал. Подобрал Персея. Я даже не знаю. Я, наверное, даже его не буду утруждаться, чтобы чинить. Потому что, ну, сейчас продадим мы его за 500 тысяч. Навигация. Стыковаться с... А отчиним, продадим за миллион. Какие-то жалкие 500 тысяч. Погода не сделают. И не стоит того, чтобы на Суве чинить 3 часа. Так, парням нашим, всем кораблям в секторе, связь с ведомым, вернуться на базу. Пусть стыкуются. А я, наверное, улечу из этого сектора, чтобы там не беспокоить людей. Ребята, чтобы без проблем состыковались. 50% 60% 70% 80% Так, где нам взять обшивки корпуса? Сейчас посмотрим. Вход в систему. Большая биржа. Сейчас посмотрим, где взять. Так, наш Чокер все-все сделал. Значит, тупость льгу продали. На этой все нормально. Пристыковать иногда в штаб-квартире. И загрузить туда ускоритель частиц 1. Нет, зачем? Да, 5. 1. И импульсную пушку 1. Импульсную пушку. Где она? Одну. Дополнительный обмен грузами на пустельгу. Сейчас все это передадим. Ускоритель частиц 1. Импульсная пушка 1. На пустельгу. Импульсную пушку назад поставим. Команду всем тарелям. Только ракеты, наверное. Автопрыжок. Здесь все будет пусть так. Дозаправка топлива на 40 батареек. Это на 20 прыжков получается. Нет, не на 20. На 40 батареек. Это на 8 прыжков. Пусть дозаправляется. И соответственно батареечки. Батареечки передадим на пустельгу еще. 40 влезет в рельеф. О, все. Теперь все. Теперь все. Зачем я так далеко от врата отлетел? Непонятно. Слон следовать за мной, что ли? Да. А все сели. Все пять сели. Хорошо. Навигация вернутся на базу. Команда принята. За мной улетел. Вызываем чоккара. Команда принята. Чоккаро. Я летим к землянам? В сигарис. Так. Здесь могут быть ксеноны. Все-таки ксенонские врата. Вход в систему. Так, отлично. Исследуем. Земной, ледяной комбайн. Земная войска. Испытаем нашу новую пустельгу скоростную. Не знаю. Вроде как управляемость не намного и хуже. А вроде как и совсем не хуже. Пролетим до этой станции. Может здесь будет обшивка корпуса. Мы сразу закупимся здесь. И все дела. И ничего нам больше не нужно будет. Ну, ну, ну. Нет, здесь только вооружение. Боеголовки. Крис. Обшивки корпуса здесь нет. Тогда все не так уж просто. Тогда. Прыжковый двигатель заряжен на 10%. 20. Какая быстрая пустяга. Быстрее, чем прыжок долетела бы до врат. Летим в следующий сектор. Так, здесь вот эта огромная станция может нам продать, продаст обшивку корпуса. А, это верфь. Здесь, конечно, никаких обшивок корпуса у нас не будет. А кроме верфи здесь ничего не видно. И ничего здесь нет, похоже, кроме верфи и шахта. Вот только. Жаль. Очень жаль. Врата где-то здесь должны быть, наверное, да? Автопилот отключен. Эммм. Куда там нам лететь-то? Где врата? А, нет, вот там что-то есть. О! Вон там и вон там что-то виднеется. А, нет, это одна огромная станция. Все, летим туда. Может, там нам же продадут что-то. Ничего себе, какие огромные станции земные. Орбитальный док в случае необходимости. Обшивка корпуса. Пожалуйста. Хре-над-с-2. Хре-над-с-2. А где врата-то? Или орбитальный ускоритель? А, вон они, вон они врата. Блин, обидно. Может, в следующем секторе будет чем поживиться. Неужели придется лететь в клапсих дорог? Так, у нас вырос торговый ранг. Это хорошо. Вход в систему. Альтез. Альтез. Хорошо, только быстрее надо лететь. Здесь какие-то станции. И что-то я уже как-то не совсем уверен, что здесь мы найдем то, что нужно. Тоже боевая станция. Максимальную защиту и безопасность того сектора, А, зимние винтовки, Крис. Нету никакой обшивки здесь. Это солнечная электростанция. И это, наверное, солнечная электростанция. И там уже трансорбитальный ускоритель, что ли? Или врата просто. Просто так оформлены. Электростан, врата, Нептун. Это врата. В Нептун. Врата, Мегнир. И Мегнир. Из Мегнира мы... Что-то мы не в ту сторону полетели. А давайте посмотрим, может, в Нептуне есть. В Нептун слетаем, если что, на прыжковом двигателе вернемся. Сообщение. Какая интересная конструкция врата. Вход в систему. Нептун. Так. Наконец-то мы глубоко в земных секторах. Надо сейчас посмотреть, что здесь. Куча больших станций. Войска. Будет что-то нам полезное. Орбитальная станция защиты. Земной... Ну, ура! Ура! Все. А 100 обшивки корпуса влезет на наш... Эта станция создана только в одной цели. А, ну, 10... Обшивки корпуса, объем единицы... Обшивки корпуса 10, 1000 единиц трюма нам нужно будет. По-моему, это для нашего Чокора выполнимая задача. 1000 единиц трюма. Нам нужно сбросить 500 батарей. Катапультирование 500. Катапультирование 500. Надо проверить какой-то из них... Не поспел еще. Техника 97, механика 92. Давайте механику быстрый курс. Механика, быстро. Подготовка. Механика. Ужас. Просто ужас. Так, наш торговец уже здесь. То есть... Там прыжковые врата все-таки, да? Да, врата в Алькес. В Плутоне все-таки еще прыжковые врата. Нам в Мегнир. Северные врата. Прыгнем. Так, вроде направо. Там должны быть врата. Нет? Я туда полетел? Вроде да. Но что-то их там не видно врат. Видимость плохая или просто далеко расположена? Так, откуда торговцы летят? Ну вот торговый путь, мы по нему и летим. Может мы выше или ниже? Куда-то ниже надо, да? А, да вот уже они, да, точно. Ух, как они далеко. Так, что там у нас, чокора? Нептун, орбитальная станция защиты. Да, долго будет лететь еще. Вход в систему Альдрин-2. Альдрин-2, хорошо. Сейчас исследуем. Орбитальная база снабжения ОКК. По-моему, на этой орбитальной базе. А, нет, здесь тоже нет обшивки корпуса. Там что? Альдринская энергетическая Альдринская продовольственная база. Продовольственные базы. Что-то еще есть здесь? По-моему, все. Ну что, слетаем в этот гигантоманский Альдрин. По-моему, пора. Пока наш чокор там доплетется через этот огромный сектор. Мы слетаем в тот трансорбитальный ускоритель. У нас батареи-то есть, оттуда выбраться есть. Очень оригинальная атмосфера Альдринских секторов. Вход в систему Альдрин. Так, вот он, этот планетоид. 10 фпс. Мамма миа. Мама дорогая. Где у нас верфь? Так, там трансорбитальный ускоритель. Верфь не видно, нет. Летать здесь нельзя. О, этот наш сканер С3 30 километров означает. Вот этот маленький кружок. Здесь, конечно, летать не рекомендую. Лучше пошлем сюда куда-нибудь наш быстрый корабль разведывать. Тоже пустыльку потом. Нет. Тут мне интересно летать. Так. Собственно, чокора. Когда он пристыкуется? Давайте уж ускорение времени нажмем. И все дела. Лишь бы не забрали там обшивку корпуса. Слава богу, земляне нам ее продают. 100 обшивки корпуса. Навигация прыгнуть в сектор. Вальдрин-2 пусть прыгает сюда. И мы туда же. Прыжковый двигатель заряжен на 10%. 20. Вход в систему. Альдрин-2. Так, быстренько дуем. Зачем я сменил корабль-то? Вот это я даю. Надо было пристыковаться просто. А я сменил корабль. Так. Быстренько летим в потерянный заказ. Я надеюсь, пираты туда не налетели. Заряжен на 10%. 20. Вход в систему. Анархия. Все чисто. Зачистка наша прошла. Успешно. В 30 километрах. Нет, чтобы поближе к вратам подлететь. Сейчас эту обшивку им передадим. А, там надо было не только, наверное, обшивку. О-о-о. Келодиане и все такое. Но келодиане просто, руда еще проще. Самая была сложная обшивка корпуса. И мы все это закупили. Обшивку корпуса нашли, закупили. Сейчас передадим. Келодиане у нас, по-моему, вообще на штаб-квартире есть. 250 келодиане. Телодиане. Да, 300. Нормально. Можно даже сразу все это сгрузить. Какой у нас? Этот опять все батареи везет. Вернуться на базу. Команда принято. Далеко он? Далеко, блин, жалко. Ладно, подождем. Черт, там опять краснота. Так, все передали. Осталось 250 телодиане, 500 руды. Пока валим отсюда. Может быть, просто в приют торговца? Давайте в приют торговца уйдем, чтобы много не прыгать. И здесь пираты. Да, что, что будешь делать? Элита. Ну, тут она долго не проживет. Здесь орудийные платформы еще сбомбардировать начнут. Пристыкуемся к станции, запишемся, сохранимся. Стрековка разрешена. Автопилот включен. Чокара тоже заведен на аванпост. Стрековка разрешена. Команда принято. Так, проверим, что там с нашими ребятами. Торговцы торгуют. Этот опять ожидает. Где ожидает? В зеленой чешуйке. Все понятно. Давайте его пнем. Ожидать. Ксенон где? Ксенон далеко. Поэтому давай, навигация вернутся на базу, чтобы он там долго не ожидал. О, сколько всего накопилось-то. Но это покупатель, поэтому сейчас все сгрузим на базу комплекса. Ну что ж. На этом, пожалуй, закончим. Продолжим уже в следующей серии наши приключения. А пока, ребята, всем пока. С вами был Радиус. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok